Всем привет, дорогие друзья! Я очень люблю венские вафли в разных вариантах. Как-то в одном кафе попробовала вафли с красной рыбой, творожным сыром, яйцом пашот и так они мне понравились, что захотелось готовить их у себя дома, но вафельницы у меня не было. А тут на обзор мне прислали умный мультипекарь от компании Redmond, поэтому сегодня потестируем прибор и я покажу рецепт очень простых вафель на кефире. Не буду называть их венскими, тем не менее они очень вкусные, легкие, воздушные, не нагружают желудок, идеально подходят к соленой и сладкой начинке. Также покажу, как просто сварить яйцо пашот. В общем, идеальный завтрак для субботнего или воскресного утра, когда не надо никуда спешить. У меня небольшой прибор из 6 серии, не самый навороченный, мощный 700 ватт. С ним в комплекте идут три панели для сэндвичей, омлета и вафельных трубочек. Также можно отдельно докупить различные панели для выпечки и жарки, их большое разнообразие. Гриль, если говорить о мясе и рыбе, все-таки рассчитан на одну порцию и готовится достаточно долго, как мне кажется. Но есть модели на большую семью, может быть там есть в нем смысл. У меня пока самая ходовая панель это вафли. Модели, кстати, различаются именно набором панелей, поэтому можно подобрать на свой вкус. К прибору идет красочная книга рецептов, которую также можно загрузить на смартфон через приложение. Но хотелось бы, чтобы она была более подробной и время приготовления было более точным. Венские вафли по этому рецепту получаются довольно вкусными, больше похожие на печенье из-за большого количества масла. Но вот время выпекания явно не 15 минут, вафли получились жесткими. В итоге 8 минут было достаточно. Также через приложение можно дистанционно управлять некоторыми моделями серии Умный дом, то есть включить, выключить, выбрать рецепт и так далее. Я пока не успела оценить эту фишку, но возможно кому-то понравится. Итак, давайте уже начнем. Панели устанавливаются достаточно легко, но ни в коем случае нельзя просто нажать на панель и защелкнуть ее, нужно отодвигать фиксаторы. Затем включаем прибор, чтобы он нагрелся. Тем временем готовим тесто. Сначала просеиваем вместе муку, разрыхлитель, соду, щепотку соли. Просеивание дополнительно обогатит муку кислородом, что хорошо скажется на вафлях. В отдельную небольшую миску разбиваем яйцо, кладем 2 столовые ложки сахара. Это хорошо будет и соленым, и сладким. Ванильный сахар или ваниль и кефир у меня однопроцентный, комнатной температуры. Добавляем растопленное сливочное масло, не горячее. Я перемешиваю миксером, но можно венчиком. Также можно сначала взбить яйцо с сахаром, а потом уже влить кефир и масло. Теперь добавляем эту смесь к сухим ингредиентам и хорошо перемешиваем, но не переусердствуем. Если останутся мелкие комочки, ничего страшного. Когда прибор нагреется, будет звуковой сигнал и загорится зеленый индикатор. Перед первым использованием обязательно прочитайте инструкцию, чтобы не пугаться запаха при первом включении и также как следует прокалить, затем промыть панели. Наливаем по 2 полные столовые ложки теста. Дополнительно я быстренько разравниваю, чтобы края были ровными и плотно прижимаю крышку. Панель смазывать не нужно, она с антипригарным покрытием и плюс очень легко моется. Выпекаю 5 минут сначала, потом проверяю, нужно ли еще держать. Активный пар говорит о том, что вафля еще не готова. Когда он почти исчезнет, значит, что все уже готово. У меня ушло от 5 до 7 минут. В следующий раз можно добавить чуть больше теста. Перекладываю вафли на решетку, чтобы они снизу не мокли. Я очень люблю эти вафли просто со сметаной, смешанной с вареньем или джемом. У меня клубничный джем и порежу еще немного свежей клубники, пока она есть. Конечно же, топпинги могут быть совершенно разными. Еще мой любимый вариант это сливочно-творожный сыр с зеленью, красная рыбка, сверху можно листья салата, но самый идеальный вариант это дольки авокадо. И сверху яйцо пашот. Оно готовится достаточно просто и быстро. В крайнем случае положите жареное яйцо. Сверху посыпаю свежемолотым черным перцем и копченой паприкой. Можно дополнительно подсолить. Это просто идеальный завтрак, особенно с авокадо. Чтобы приготовить яйцо пашот, в небольшую кастрюлю наливаем достаточно воды, чтобы полностью покрыть яйцо. И доводим до кипения. В маленькую миску или чашку разбиваем яйцо, стараясь не повредить желток. Нужно держать яйцо невысоко, прямо над чашкой. Когда вода закипела, солим и полностью убавляем огонь. Вода не должна кипеть. Делаем ложкой воронку, она поможет закрутить белок. И аккуратно выливаем в нее яйцо. Засекаем 3 минуты. По мне это оптимально, но кто-то держит 2 минуты. И оставляем яйцо в полном покое. Если вода будет кипеть, то белок просто будет разлетаться в хлопья. Через 3 минуты достаем шумовкой. Можно одновременно варить несколько яиц, только кастрюлю нужно взять побольше. Второй вариант все то же самое. Доводим воду до кипения, солим, убавляем огонь и не делая воронку, просто аккуратно опускаем туда яйцо. Засекаем 3 минуты и ждем. Все некрасивые кусочки белка легко убираются. Подводя итог, скажу, что вафли получаются очень хорошо. Со своей задачей мультипекарь справился. Если вам интересен обзор других панелей, напишите в комментариях. А если вы пользуетесь таким прибором, то поделитесь вашим опытом, что нравится, какие панели самые любимые. Думаю, многим будет полезно. Рецепт вафель, как всегда, в описании под видео.